Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов решил не участвовать в предстоящих выборах в Госдуму РФ и отозвал документы. Он останется на своей должности в правительстве республики и продолжит курировать реализацию ФЦП. Об этом заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов сообщил на своих страницах в соцсетях и подтвердил по телефону. Его решение поддержал Сергей Аксенов вместо Евгения Кабанова по Евпаторийскому одномандатному округу номер 21 от «Единой России» будет баллотироваться депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов. Снятие с выборов Евгений Кабанов объяснил желанием завершить начатую в правительстве работу. К такому решению он пришел в ходе поездок по республике, увидев изменения, произошедшие в Крыму благодаря реализации ФЦП и работе команды Сергея Аксенова. Провел более сотни различных встреч с Крымчанами. Видно, что действительно большая работа правительством Крыма была за эти 7 лет проведена. Но нам предстоит еще большое количество объектов, мероприятий построить, завершить на территории нашего полуострова. Поэтому принял для себя абсолютно взвешенное решение продолжить работу чиновникам Совета министров в должности вице-премьера. С завтрашнего дня возобновлю объезды строительных площадок с точки зрения его контроля. Глава республики Сергей Аксенов решение Евгения Кабанова поддержал. Считаю это решение правильным. В правительстве республики Евгений Константинович отвечает за реализацию ФЦП. Это очень сложный и ответственный участок. Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке. Евгений Кабанов был назначен на должность заместителя председателя Совета министров республики в 2018 году. Ему удалось почти полностью перестроить саму систему реализации ФЦП в Крыму, считает политолог Сергей Мельничук. Все-таки, будем говорить прямо, результаты его работы достаточно были заметны. И на региональном уровне это достаточно часто обсуждалось. Так что, в принципе, можно сказать, что республика в определенном смысле только выиграет от сохранения эффективного чиновника. Член общественной палаты Крыма Денис Батурин, в свою очередь, отметил, что при вице-премьере Евгении Кабанове республике удалось прийти почти к стопроцентному освоению средств ФЦП. Немножко странно выглядело то, что вице-премьер, курирующий ФЦП, идет на выборы. Причем, курирующий достаточно успешно. Ну, а то, что Марат Куснулин заявил о том, что главным приоритетом крымской власти является реализация федеральной целевой программы, еще раз подтвердило эту ситуацию. Поэтому Евгений Кабанов, я думаю, не самостоятельно это решение принял. Я думаю, он принял это в консультациях с руководством Крыма, с главой госсовета и с главой республики. Вместо Кабанова по Евпаторийскому одномандатному округу номер 21 будет баллотироваться председатель комитета госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов. Его выдвижение поддержал региональный полицовет Крымского отделения «Единой России». Борщевой набор скоро подешевеет. Урожай в этом году обещает быть щедрым, а значит повышение цен носит сезонный характер. Картофель, морковь, свекла. Пока цены на самые популярные овощи выросли в 2-3 раза. Подробности у Тараса Брезицкого. Это джинковская, крымская картошка. Очень вкусная, разваривается. Жарко, варка, запекание, вкусная картошка. Такие характеристики требуют твердого рубля. Правда, дело вовсе не во вкусовых качествах. Цену формирует несколько китов. Сезонность, богатство выбора, а теперь и новый хит – тропические ливни. Цена на картофель варьируется в диапазоне от 20 до полусотни рублей на рынках. Но это даже дешевле, чем в прошлом году. Сейчас одного из главных ингредиентов борща на прилавках много. Следовательно, платить меньше. Первый избыток, недостаток, как и любая другая продукция. Если ее много, то цена падает. Если ее мало, дефицит рождается, цена растет. Это всегда так было. И все же цифры статистики в среднем, включая все пути к покупке необходимого набора, говорят о том, что крымчанам нужно оптимизировать расходы. С учетом магазинов и супермаркетов картофель подорожал вдвое. Морковь в три раза, а свекла и вовсе в пять раз. Даже сегодня спросила укроп, и то это 80. В прошлом году 25 был денег этот. И как вы закупаетесь овощами? Какие методы находите? Ходим, когда они складываются и дешевенькие. Ну, пометы там всякие. Вот такое подбираем. С дефектиком покупаете? Да, да. А что делать? Решать вопрос сдерживания цен необходимо всем миром коллегиально. И делается это каждый день путем полилога всех сторон производителей, монополистов, контролирующих органов и власти. Дефицита с овощами в Крыму не наблюдается. Все это благодаря щедрому урожаю. Эксперты в сфере торговли предлагают еще один свой лайфхак в сдерживании цен. Например, продавать овощи как можно ближе к тому месту, где они и росли, то есть к полю. Таким образом сокращая логистический путь с поля на прилавки магазинов, а затем на обеденный стол. Еще одна мера воздействия на длинный ценник – проведение ярмарок. Этот путь в Крыму уже оправдал себя. У нас очень хорошо сработали в Крыму все ярмарки, которые министерство организовывало. Это вот тот путь, где продукция была иногда в три раза, в четыре дешевле. Но ярмарки, так сказать, не могут заменить ежедневной жизни. Люди каждый день хотят идти покупать. И в этом плане, наверное, сложности. Помимо этого сельхозпроизводителям республики будет открыта дорога к потребителю. Причем, главное, на полуострове. И второе, очень важно, что сегодня на протяжении всей Тавриды будут доступны ярмарочные площадки, которые будут вывозиться туда именно сельхоз, товаропроизводителям. Рекомендуют работать в связке и представителям крупных торговых сетей, где овощи существенно дороже. Поставщикам источника сезонных витаминов на рынке рекомендуют воздержаться от услуг посредников. Это меры, это заключение непосредственно меморандумов, это расширение торговых ярмарок в минимум в два раза. Призывают для экономии делать ставку на отечественные руководители социальных объектов. Но на этом фронте уже намечена четкая тенденция. Покупают для внутренних нужд Крымская примерно 80% местных организаций соцблока, что существенно разгружает расходную часть местной казны. Тарас Брезицкий, Асан Ибрагимов, телеканал Миллет. Временно закрыта для проезда автотранспорта с сегодняшнего дня улица Первомайская в Симферополе. На ней ведется ремонт сетей водоснабжения. Как идут работы, выясняла Акимесий Дометова. 100-метровый участок Первомайской от улицы Беспалова до Пирогова водители теперь вынуждены объезжать. Плановый ремонт сетей водоснабжения в самом разгаре. Железная труба быстрее изнашивается. Внутри образовывается коррозия. В отличие от железной, пластиковая более надежнее. По словам специалистов, она может выдержать давление 20 атмосфер и прослужит более 100 лет. Труба рассчитана на холодное и горячее водоснабжение. Выдерживает температуру до 95 градусов. Ремонт проходит в штатном режиме. Работы начались 10 дней назад. Они бы закончились гораздо быстрее, но здесь есть две огромные проблемы. На вашем месте здесь идёт газ, здесь канализация, люк, наглядная мина. Они хотели пройти горизонтально наклонным бурением, но вот две этих проблемы. Поэтому решили вскрывать открытым способом и прокладывать трубу в ручьем. На заключительном этапе ремонта сетей строителям пришлось перегородить часть дороги. Но, несмотря на неудобства, горожане относятся к ситуации с пониманием. Старые технологии предусматривали металлические трубы, чугунные или стальные. Они со временем изнашиваются, ржавели. Это зачастую так. Сейчас пластиковые, которые долговечные, уже наверняка больше дорогу ломать не будут. Довести благо цивилизации до каждого дома – основная задача городских властей. На время работы администрации были предусмотрены мероприятия для безопасности граждан. В соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения на период производства работ, обеспечить расстановку технических средств организации дорожного движения для информирования участников движения с целью недопущения возникновения там аварийно-опасных ситуаций и травмирования горожан и гостей столицы. Обновленные водопроводные сети запустят в начале следующего месяца. Проезд по улице Первомайской будет закрыт до 8 августа. В это время водителям придется заранее выбирать пути объезда. Акимиси Дометова, Максим Волубев, Телеканал Милет. Четыре двора и два парка. Благоустройство в Бахчисарае продолжается. Стоимость работ – более 80 миллионов рублей. Уже к 1 августа подрядчик обещает полностью сдать все объекты. Успеет ли в срок? Сабина Дениева расскажет больше. Строители укладывают резиновое покрытие спортивной площадки. Последний этап благоустройства двора на улице Советская в Бахчисарае. Младшее поколение семьи Юхнович уже испытало на прочность новый игровой комплекс, находящийся по соседству. Строительным метаморфозом, которых здесь не было лет 40, рады всем. Очень хорошо, что у нас в Бахчисарае делают для людей такие прекрасные скверики. Очень нравится, что они очень мягкие. И для деток, что очень хорошо, можно прийти вечерком и покататься. Очень хорошо. Спасибо, что у нас все-таки заботятся о нас. Идеальное дорожное покрытие, детская площадка, скамейки. Все, что нужно жителям. Двор на улице Мирова в Бахчисарае благоустроили за два месяца. А ждали этого события более 30 лет. В благоустройстве участвовали и сами жители. Они предлагали свои идеи. А подрядчик их воплощал в реальность. Здесь появились зоны отдыха для разных возрастов. Парковка на 145 мест и многое другое. У нас большая площадка. Мария Юртаева хорошо помнит былые времена. Приводить двор в порядок приходилось своими силами. На этот раз участвовала в благоустройстве на всех этапах. Начиная от создания проекта. С особым удовольствием жильцы принимали готовую работу у подрядчика. Мы на сегодняшний день, наверное, самые счастливые люди. У нас во дворе 60 детей. Вы представляете, вечером после работы, какой здесь гам, шум. Какая красота, когда маленькие трехлетки и пятилетки бегают вокруг, катаются. Кроме дворов в Бахчисарае благоустроили и парки. Раньше здесь была просто пустырь. Здесь люди ходили именно по протоптанным тропинкам. Они сами их протаптывали. Были несколько сухих деревьев. Как видите, сейчас сухих деревьев нет. В парках уложили плитку, установили скамейки, урны и освещение. Сделано две общественные территории. Одна в рамках московских денег, одна в рамках федеральных денег. Но две эти территории, они все сливаются в одну длинную, скажем так, в один длинный променад, назовем это. От переулка у нас музыкального до улицы Мира более полутора километров общей протяженности дороги. Всего в этом году благоустраивают четыре двора и два парка. Общая стоимость работ – более 80 миллионов рублей. Сдадут все объекты 1 августа. Сабина Дениева, Аким Бекиров, телеканал «Милет», Бахчисарай. Новый пляж и набережную открыли в Ялте в самый разгар курортного сезона. Напомню, в 2021 году, как и в прошлом, разрешено работать только тем объектам размещения, которые взяли на себя обязательства по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Итоги проверки Минкурорта в сюжете Лилии Ислямовой. Новая галечка свежая. Чистый море, чистая галька. Очень хорошо все. На юге Крыма открывают новую набережную и пляж. Здесь соблюдены все правила санитарной безопасности. Южный берег – это развитая инфраструктура. Города и села, утопающие в зелени. И, конечно, горы. Они защищают пляж от ветра. Идеальное место для семейного отдыха. Отсюда открывается прекрасный вид на бескрайнее море, а город – как на ладони. Елена Цыруль вместе с семьей в Ялту приезжает каждый год. Новая набережная нам очень нравится, потому что здесь такая и кухня разнообразная. У нас трое деток разного возраста, поэтому мы тут для себя находим разные активности. А еще можно здесь побегать. Здесь очень хорошее пространство. Протяженность пляжей и набережной чуть больше 100 метров. Шезлонги, зонты, сети быстрого питания. А главное – удобный спуск к чистому морю. Все для комфортного отдыха. Что грязная вода – все это вруч. Вода абсолютно чистая. Проверено, дети купаются, приезжайте в Ялту. Очень хорошо все. Министерство курортов и туризма республики ежедневно проверяют крымские отели, пансионаты и санатории. Цель – соблюдение требований Роспотребнадзора и мер безопасности отдыха в объектах размещения и на пляжах. Дистанцию в шезлонгах, в зоне спа-центра, бассейна, открытого мы тоже расставляем, соблюдаем. По максимуму стараемся. В зоне ресторана тоже делаем рассадку через стол, чтобы люди меньше между собой контактировали. Ну и дезинфекторы у нас тоже находятся. Рециркуляторы в каждом зале, разметки для безопасной дистанции, масочный режим в помещениях. Сюда гостей не сажаем, соответственно, посадка идет здесь, 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 на расстоянии полутора метров. В одном из отелей курортного поселка «Восход» также проходит министерская проверка. Здесь в Ялте мы видим новые конструированные пляжи. Их не хватает в Ялтинском регионе. Поэтому новые пляжные пространства позволяют достигать больше дистанции между отдыхающими, что вы понимаете, очень важно сейчас с точки зрения эпид-ситуации. Мы понимаем, что на первое место выходит безусловно безопасность. Безопасность тех, кто приехал к нам на отдых и безопасность жителей Крыма. В этом году в Крыму к курортному сезону было обновлено и реконструировано более 80 отелей, гостиниц и санаториев. Открываются новые пляжи и туристические маршруты. Более 13 тысяч сотрудников санитарно-курортной сферы по всему полуострову вакцинировались. Коронавирус не отступает. Статистика заболевших не уменьшается. Ковидные госпитали работают на полную мощность. Как с наплывом пациентов справляются врачи? В красной зоне в Феодосии побывала Сабина Дениева. Состояние пациента ухудшилось в палате. Снизилась сатурация. Мы ее перевели в реанимацию. Сейчас она будет на неинвазивной вентиляции. Капельный перевернутый. Кносточки надо будет привыкнуть. Это ковидный госпиталь в Феодосии. Два года назад здесь было инфекционное отделение. Ежедневно сюда поступает около 10 больных. Врачи на связи круглосуточно. Не бывает такого, что зона остается без медработника. В отделении у нас работает 5 врачей-инфекционистов. Ежедневно. Плюс еще врачи-дежуранты, которые ведут прием больных по два врача. То есть они чередуются, постоянно находятся в зоне. В госпиталь доставляют пациентов по направлению и по скорой помощи. Больные с ковидом разной степени тяжести поступают сюда не только из Феодосии. Со всего Крыма. Объем работы на врача порядка 30 с лишним больных. Сюда же в это количество входят также пациенты, которые находятся в реанимации. Невидимый, коварный и непредсказуемый общий враг – коронавирус. Порой пациент не может даже пошевелиться без помощи врача. У этого больного 95% поражения легких. Еще день назад показатели были в норме. А сейчас врачам приходится идти на крайние меры. Смотрите, а что вы сейчас делаете? Врач не отвечает. Пациенты, в принципе, понимают, что такое интубация и перевод на искусственную вентиляцию. И они сильно расстраиваются. Что это значит? Это значит, что перевод больного на инвазивную вентиляцию легких. Ставится трубка в трахею, и уже вентиляция идет принудительная. Отделение рассчитано на 130 коек. Сейчас здесь более 120 пациентов. Волны здесь, кажется, уже не считают. Все просто работают. Пациентов по-прежнему много. И кажется, что врачи уже привыкли. Однако, несмотря даже на неудобства защитного костюма, им удобно скрыть свои эмоции. Состояние Екатерины Новиковой врачей радует. Она находится в отделении неделю и уже идет на поправку. Когда я поняла, что я ничего не могу уже сама сделать, потому что была очень сильная боль в горле, уши кололи. То есть я была вся мокрая, такая, как будто меня катили водой. И все, я поняла, что стал теряться голос. Я поняла, что нужно что-то делать, иначе ничего хорошего не будет. Вирус не только заразнее гриппа, но еще и коварнее, хитрее. Ковидная пневмония прогрессирует очень быстро. К примеру, 10-процентный показатель поражения легких, зафиксированный на КТ, через 5 дней может увеличиться до 90. Есть ли у пациента 80% поражения легких? Как это оборудование помогает ему? Это оборудование позволяет проводить вентиляцию легких на 100% кислороде, подавать достаточный объем и давление. Здесь молодые и пожилые, одинокие и семейные люди, у которых были планы и мечты. В ковидный госпиталь попадать никто не планировал. Цель одна – остаться в живых. Врачи еще раз напоминают – не стоит забывать про соблюдение санитарных норм безопасности и шутить со здоровьем. А сбить угрожающую статистику поможет вакцинация. Проведение операции сразу в двух зонах организма одновременно теперь стало возможным в Крыму. Клинический медицинский многопрофильный центр «Святителя Луки» получил уникальный лазерный аппарат. Такой же есть только в трех медицинских учреждениях Москвы. Даут Чахалов побывал в операционной и увидел новые технические возможности аппарата. Последнее приготовление перед сложной процедурой. На операционном столе – мужчина. Часть операций по удалению камня в почке будет проводиться под контролем зав. отделением. У пациента при обследовании выявлен камень мочевого пузыря. Мы планируем симультантно выполнить операции, инокуляцию предстательной железы сделать и раздробить камень. Прибор, с помощью которого происходит дробление камня, уникален для Крыма. Лазерных аппаратов на базе клиники «Два», что позволяет комбинировать оборудование и проводить операции в разных частях организма одновременно, без потери времени. Операция без боли, шрамов и осложнений. Вот этот тулевый лазер позволяет измельчить камни любого размера и плотности до состояния песка и сохранить здоровые ткани. Такое устройство есть в четырех медицинских организациях. Остальные три – в Москве. Если раньше крымчанам нужно было ездить на операцию на материк, а это дополнительные расходы и трата времени, то теперь все намного проще. Вот этот прибор, тулевый лазер третьего поколения, он производится только в России. Позволяет выполнять многие эндоурологические операции на современном уровне. Это и дробление камней, мочекаменная болезнь, лечение операций при доброкачественной гиперплазии простаты. Если раньше на удаление камня у специалистов уходило в среднем 2,5 часа, то с использованием нового оборудования процедура занимает чуть больше часа. Даут Чахалов и Максим Голубев, телеканал Миллет. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин